Это вот, друзья, показать для спорщиков, для тех, кто не понимает, что такое белый, точнее, что такое полубелый гриб. Вот справа белый, белый гриб, слева полубелый, желтый боровик. Всем привет, вы на канале Тихая Охота. Сегодня 17 июня 2022 года. Для грибников Воронежской области это Шипов лес, Павловский район. И первый гриб, который меня встретил, это полубелый или желтый боровик. Не буду выкручивать, сейчас я камеру поближе поднесу и покажу. Полубелый гриб или желтый боровик, химилицином имполитом на латыни называется он. Гриб съедобен, но ввиду того, что у него неприятный такой, даже я бы сказал, с запахом йода запах, гриб нужно отваривать. Да, такой у него йодный, такой присмок, знаете. Поэтому гриб нужно отваривать, чтобы избавиться от запаха. Но многим не нравится, запах все равно чувствуют и неприятен. Поэтому даже многие мне писали, что только любят его собирать, но не есть. Раздают потом друзьям, знакомым. Но мне вот нравится. В маринаде, кстати, не чувствуется ни запаха, ни привкус особо и не чувствуется никакой. Именно сам запах. Вот в маринаде его нет. Желтый боровичок. Вот, смотрите, какой. Химилицином имполитом. У грибов постарше, да и у этого уже заметно, часто бывают под шляпку такие красноватые пояски. Также в процессе роста гриб бывает трескается, и на месте трещин образуются такие красные пятна. Бордовые даже. А так, гриб особо, ну, немножко, слегка может потемнеть местами при повреждении мякоти. Но не особо это заметно. Вот. Вот тут буроватая есть. Гриб не червивый. Вот. Желтые трубочки геменофора у него. Причем он желтый у него всегда, как у молодых, так и у грибов постарше. Грязно-желтый такой становится. Да, и в этом лесу, друзья, очень много клещей. Он прям из всех лесов, где я бывал, этот лес просто рекордсмен в Воронежской области по клещам. Ну, с моей точки зрения. Так что так. Такая вот светло-глинистая шляпка. Оттенка такого глинистого. Да, вот при срезе так его особо не чувствуется, запаха вот этого йодного. А если срезать вот в основании ножки, понюхать, особенно полежит в корзине. Встретилась колибия широкопластинчатая. Гриб условно съедобен. Вот. Но я его беру редко, когда других грибов совсем нет. Ничего такого он из себя не представляет интересного. С точки зрения кулинарии. Но собирать гриб можно. Он такой, на вкус нейтральный. Процентов 90 при сборе гриба. Грибы червивые. На Кубани этот гриб называют берестянкой. На латыни название этого гриба звучит как мегакалибия платифила. И вырастает он довольно-таки большой, крупный. С широкими пластинками. Гриб с волокнистой ножкой. Растет гриб на трухлявом валежнике, погруженном в почву часто. Вот. Даже не придется отламывать. Пластинки, приросшие к ножке зубцом. Либо есть даже не приросшие, либо приросшие зубцом, либо приросшие. Вот они. Ну, по-разному выглядят. То есть, вообще бывает, гриб путают с плетеем оленем. А у плетея пластинки все не приросшие. У калибия широкопластинчатой. Такой, знаете, разнобой. Плюс пластинки сами по себе у нее редкие. В отличие от плетея. И широкие. Такой вот рисунок на шляпке. С такими радиальными полосками. Хорошо, видите, даже не пришлось гриб отламывать. Пускай дальше себе растет. Растет на древесине лиственных пород деревьев. Можно встретить с конца мая и до октября. Я, по крайней мере, в октябре встречал единичные экземпляры. Ну, в июне он прям массово в рост идет. Конец мая, июнь. Потом их поменьше обычно. Условно съедобный гриб. Еще его называют денежкой. Но такие грибы, такие шляпки бывают огромные. Какие-то денежки. Таких денежек-то не бывает. Если только бумажные. Встретился пептопорус дубовый. Вообще, микологи его определили в другой род. Теперь это не пептопорус, а буглоспорус. И называется он буглоспорус дубовый. Но многие грибники продолжают называть его пептопорусом. Так что, в общем-то, это синоним его. И пептопорус, и буглоспорус. Иногда его путают с печеночницей. Ну, по виду он, конечно, похож на печеночницу, но только формой. Ни цветом, ни вкусом, ничем он похож не будет больше. Такой трутовик растет на дубах. Ну, вообще, я его встречал только на мертвых дубах. Даже не знаю, плодоносит ли он на живых. Не видел. Такой вот считается несъедобным. Встретилась, друзья, вот еще мариумуха. Мухомор серо-розовый. Видите, такой вот он с розовыми разводами. У мухомора серо-розового в процессе роста Вольво исчезает в основании ножки. У молодых она есть. Вот остатки юбки облетела. Не то, что облетела, а вот прилипла к шляпке. И вот он, кстати, зарос. Похоже чем-то. Да, какая-то плесень. Не гипомицес, это какая-то плесень. Вообще, мухомор серо-розовый считается условно съедобным. Но я его на днях впервые попробовал готовить без отваривания. Единственное, что не могу сказать, какой он на вкус, потому что готовился он с примесью других грибов. Там всего один мухомор был, остальное поплавки, шафрановый и белый, белоснежный точнее. И вкус его там затерялся. И плюс, да, еще подберезовик жестковатый и подосиновик там были. И масленок даже. Такое сорти грибное. Ничего не варил, вот. Ну, было очень вкусно. Но гриб, один гриб это да. Нужно больше набрать, чтобы вкус его прочувствовать. Вот, еще, друзья, полубелый. Кстати, хочу сказать, что спонсор сегодняшней моей поездки в Шипов лес это Любовь Семеновна М. Я не просил, никогда не выкладывал свои реквизиты. Хотя хотел, жена говорила, другие же делают, давай. Вот, она по номеру моего телефона прислала мне деньги. Да, и этих денег хватило на поездку заправиться съездить в Шипов лес. А ехать сюда довольно-таки далеко. Да, огромная благодарность. И с прошлого видеоролика, может, если кто заметил, я все-таки выложил номер своей карты. Я никого не прошу, не попрошайничаю, но если кто-то хочет помочь в развитии канала, то высылайте. Тем более, что сейчас очень сложно стало с заработком на Ютубе снимать, показывать новые какие-то грибы, исследовать очень хочется. А для этого зачастую нужно далеко поехать. Да, как-то так. Ну, не сочтите это за наглость и за попрошайничество можете просто проигнорировать. Вот он, химилицином имполитум. Оп, закрываем. Вот так вот все. Как будто так и было. Можно даже корешок туда же под листу запихнуть. Вот, смотрите, не червивый, красавчик. Чистенький. Желтый баровичок. Полубелый гриб. Да, кстати, вот у него тоже такой красноватый такой поясок под шляпкой на ножке. Но вообще гриб желтый, с глинистой, светло-глинистой шляпкой. К низу ножка буроватая. Запах у больших сильнее чувствуется немножко. Медленно как-то, друзья, грибницы раскачиваются в шиповом лесу. Починных грибов как-то маловато попадается. Серорозовый мухомор, поеденный слизнями. Да еще и весь червивый. Да, червивый. Но я надеюсь, удача все равно улыбнется сегодня на большое количество разных всяких грибов. Встретился, друзья, старенький тротовик серно-желтый ТСЖ. Гриб условно съедобен. Вот такие вот уже подсушенные, старые, не берите. Они жесткие, невкусные, сухие. Надо брать такие грибы, чтобы мякоть была влажная, чтобы с нее сок стекал при надрезе. И на ощупь они не должны быть сухие. Также гриб улучшает, стимулирует выделение желчи в желчном пузыре. Поэтому для людей с заболеванием желчекаменной болезнью гриб этот нужно либо не есть вообще, либо есть, но с особой осторожностью. А вообще гриб очень хорошо, очень, скажем так, очень полезен для профилактики того, чтобы у вас не образовывались камни в желчном пузыре. Наоборот, как раз, да. И в свежем виде он слабит кишечник. Поэтому лучше, конечно, отварить. Вообще гриб вкуснее всего в маринаде. Жареный мне не нравится. Встретился, друзья, крипидот мягкий. Его иногда путают с вешенкой. Ну, он такой маленький. У него нет ножки. Прирастает боком к субстрату. Гриб условно съедобен. Пластинки вот такие веером. Бывают различных оттенков. От светлого, светло-серого, темно-серого и даже практически коричневого. И такого даже темно-бурого. И часто при этом имеет зональные такие переходы с одного цвета в другой. То есть там центр может быть светлый, край темнее. Или наоборот. Такой вот гриб. Встретить можно на древесине лиственных пород деревьев. Даже в зимние оттепели. И летом, и весной, и осенью. Лишь бы было влажно. Вот так вот. Довольно-таки неприхотливый гриб к погодным условиям. В мороз и засуху только его не встретить. Встретилась еще вот, друзья, лисичка бледная. Смотрите. Маленькие и побольше всякие. Вот они лезут, грибы. Что интересно, на этом месте в прошлом году я ходил, но как-то они мне не попадались. О, так, а это прям возле корзины было. Смотрите. И, кстати, вот впервые мне попалась лисичка с червями, похоже. Кто-то ее ел. Но не особо прям так, чтобы сильно ножку в основании подъели. Лисичка бледная. Встречалось мне такое в интернете, что лисичку бледную некоторые микологи даже пытались или пытаются объединить с лисичкой ржающей. Не знаю, как это будет вообще. Объединят или нет. Так, прикрываем. Гриб абсолютно съедобен. В прошлый раз я, когда снимал видео с лисичками в этом лесу, пробовал на вкус. Значит, изначально гриб не горький, но потом впоследствии такое легкое, горькое, такое горьковатое послевкусие наблюдается. Но это не критично. В жарке, когда я их бросал, например, на сковородку, то горечи никакой и не было. Также считается, что лисички нужно перед заморозкой отваривать, иначе они приобретают горький вкус в заморозке в свежем виде. Вот такие желтоватые пластинки желтоватые, при этом такие они как жилки, жилками очень короткие. Такой бледный, желтоватый, светло-желтый оттенок на шляпках у них. Да. В прошлый раз мне более светлые они попадались, экземпляры. Может быть, поэтому их и пытаются объединить с лисичкой ржавеющей. Вот. Вообще это первые лисички, которые я обнаружил на юге Воронежской области. Лисичка бледная. Считается грибом почему-то редким. Не краснокнижный это гриб, конечно, но считается редким грибом лисичка бледная. Смотрите еще вот. Ух ты, сколько их тут. Да. Ну, в этом месте в прошлом году я один раз прогулялся и больше не ходил. Может, они в прошлом году здесь росли позже, но я сюда просто не захаживал потом. А зря. Может быть, в прошлом году я бы их нашел тут. Но было, кстати, очень сухо, жарко в это время, в прошлом году. Может быть, они не выстрелили. Кто знает. Так, ну вот эти малыши наверное я оставлю. по идее они, лисички тут должны будут все лето подрастать. Кстати, лисички имеют противогельминтные вещества. Я не помню как называется это вещество, название. Также в некоторых источниках указывается, что они и против онкологии какие-то свойства имеют. Также для зрения очень полезны. Но вообще, конечно, интересно было бы узнать по видам лисичек все ли они так полезны. Может быть, какие-то полезны в определенных по определенным свойствам больше. Какие-то виды лисичек, какие-то меньше. Вообще, видов лисичек довольно-таки много в мире существует. Вот эти, друзья, я сейчас срежу, не буду снимать, а следующие попадутся, покажу. Калибий широкопластинчатый попадается очень много. Она массово растет сейчас. Это древесный гриб с почвенными грибами пока такого количества не наблюдается. Такая медленная раскачка грибницы идет в широколиственных лесах. И вот здесь есть осинки. Кстати, вот еще одна Калибия широкопластинчатая. А вот еще вот еще еще лисички. Смотрите, друзья, сколько их. И вот вот она лисичка. Открытись веткой зацепил, что ли. Вот они. Вот. Удачно. И вот еще. Смотрите, еще. Конечно, это не те лисички, которые растут севернее, центральной России. И они такие желто-оранжевые. Но это тоже лисички. И вот у них такой слабый, такой приятный запах. Даже не знаю, с чем сравнить. у лисички настоящий он такой фруктовый запах. Ну другой, другой, такой более насыщенный, что ли. лисички. И лисички лисички важнее то, что они есть. Такая вот экзотика, можно сказать. Но вообще насчет лисички бледной я читал, она много где встречается. И в Ленинградской области можно этот гриб найти. Кстати, вот здесь семейка лисичек. Поэтому хоть и встречается гриб редко, но много где. не буду их выкручивать, смысла нет. Сразу срезать. Встретилась, друзья, сыроежка. Ввиду того, что встретилась она в шерохолистом лесу, дуб, клен, осина здесь, ну в этом месте дуб и клен, даже осины нет, то я склонен к тому, что это сыроежка охристая. Желтая сыроежка растет под березами. Да. Это охристая. Гриб съедобен. Если не червивый, то можно будет взять. Да, чистенький. Набрать бы этих сыроежек на засолку, ну пока не видать большого количества. Смотрите, друзья, какая полянка лисичек. И вот тут у меня под ногами мощные такие выросли. И вот вот лисичек. И вот смотрите. Вот тут прям прям очень похоже на лисичку настоящую вот это. Только светлая с виду такая. Вот они дождались меня. И вон, и вот лисички. не думал я, что в этом году мне так повезет. очень удачная поездка. Это я наступил на них. Собираем. Знаете, друзья, как мало для счастья надо. Поляна лисичек. Желтые боровики я думаю массово чуть позже в рост пойдут все равно. а может даже и попадутся еще сегодня поляны хорошие с ними. вообще я заметил, как-то так бывает, что один год много одних грибов, другой год много других грибов. не бывают конечно грибы не идут вообще практически такое вот без грибьи. Конечно, это все зависит от погоды. С лисичками прям повезло. прошлый раз я их снимал вот они все такие бледные были все светлые а сейчас я бы сказал, что это лисичка ржавеющая а не бледная. может как раз в этом и вся суть почему их и пытались объединить в один вид ржавеющую и бледную. не буду друзья утомлять вас сбором лисичек сейчас я их все тут соберу и потом покажу вам что еще попадется дальше. Вот посмотрите в каких я кустах собираю лисят вот они лисички смотрите я несколько мест уже полянок с ними нашел но не снимал у меня уже посмотрите пол корзины лисичек я полубелые наверх выкладываю для фото чтобы красиво было потом вдруг я полубелых не найду больше сегодня на этих лисичках застряну и не до них будет ну а может найду вот они комаров полно клещей пока не видел кстати сегодня еще ни одного но теперь пофотографировал надо их собрать я я счастлив просто вообще первую лис первые лисички я собирал на родине своей где я родился в Сверховской области лисичку обыкновенную всего пару раз в жизни там я собирал затем только вот в прошлом году я впервые собирал лисички в Воронежской области два раза их находил в Хреновском бару в Бобровском районе но в очень маленьком количестве сначала две и затем одну находил но это было при этом все на две поездки приходилось то есть в одну поездку нашел всего две и в другую нашел всего одну да под соснами лисичку обыкновенную и вот в этом году в 2022 я нашел наконец-то их и на юге Воронежской области в Шиповом в Шиповом лесу лисички это счастье друзья вы просто не представляете как я рад этим лисичкам лисятам лисяу вот встретилась сыроежка оранжево-красная вчера мне только скидывали фото такой же сыроежки только молоденькой в телеграм и вот сегодня я встретил такую жену свою червивая вся гриб съедобен ну ее вот и слизень смотрите объел и черви выели уже все поэтому так гриб взять не получится встретилась друзья ксирула корневая смотрите гриб очень маленький попался смотрите пластинки не приросшие к ножке или приросшие ну зубцом такое такая гладкая с морщинками шляпка с небольшими часто бывает очень морщинистая по разному бывает и гладкая и с морщинками небольшими полностью вся в морщинах редкие пластинки редкие пластинки крепкая такая ножка длинная но этот ну очень маленький конечно они попадались мне намного крупнее ножка такая сантиметр даже в толщину гриб абсолютно съедобен и даже целебный по нему проводились исследования очень полезен очень он полезен при гипертонине готовить можно без отваривания гриб имеет нейтральный запах и вкус и на ваше блюдо грибное никак не повлияет ни в худшую не в лучшую сторону собирать можно даже такие малыши конечно тоже можно брать у них очень длинные ножки бывают даже длиннее чем та часть которая над землей находится потому что растет гриб на древесине погруженной в почву часто на корнях деревьев и может из глубины даже подняться вот такой вот грибочек но я его не буду брать он просто поломается сейчас такой маленький а вот там дальше полубелый смотрите желтый боровичок вот он ну его подъели довольно таки сильно видимо слизень да ножка вот это такая прям бордовая стала от повреждений видимо ну вот дальше вот светлая мякоть немножко с потемнениями сейчас есть желтый боровик вот 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 друзья смотрите какой желтый боровичок я думаю сюда нужно будет ехать наверное дней через пять или через неделю вот тогда здесь будет наверное много всего они вот видимо только подниматься начинают более-менее третий желтый боровик за сегодня вот он какой желтенький что тут под бугорочек да какой-то оу лопастник лопастник знаете какой это лопастник это лопастник упругий полезли грибы лопастник упругий гриб условно съедобен вырастет конечно он покрупнее будет этот уже вырвало второй оставлю такая вот у него эластичная ножка сломалась все равно эластичная резинистый эластичный на ощупь гриб интересно встретился друзья мутинус собачий мутинус собачий занесен в красную книгу грибов воронежской области и в красную книгу России по-моему тоже так а это что а это вот яйцо мутинуса собачьего попозже выскочит а этот уже видите оранжевая вот у него плодовые тела вот такие оранжевые покрываются вот такой слизью зеленой ее мухи объедят и они оранжевые становятся мутинус собачий гриб не ядовитый по-моему даже яйца его может даже съедобные но я его не пробовал никогда да такой вот он маленький тоже воняет привлекает своим запахом неприятным мух и яйцо мутинуса собачьего встретился друзья поплавок серый опа так вот она вольво юбки нет серый такой колпачок кстати их толкачеками еще называют поплавки народное такое название поплавок и толкачек гриб съедобен можно готовить даже без отваривания причем вкусен он именно если готовить без отваривания а вот если отварить то как раз те люди которые его готовили без варки и не хвалят этот гриб поэтому так да если вы собираетесь взять этот гриб приготовить то только если без варки да и кстати смысл если вы его спутаете с бледной поганкой или весенним мухомором то отваривание тут и не поможет ну весенний мухомор у него белая шляпка у бледной поганки зелено коричнево желтых таких оттенков причем одновременно все эти оттенки присутствуют хотя бывают и белые экземпляры плюс у них у поганок юбка на ножке как у мухомора вонючего как у весенней поганки так и у бледной толкачков такого нет и ребристость ребристость шляпки тоже нет такого у мухоморов ребристости иду я вдоль лесной дороги и поплавков попадается все больше и больше смотрите серый поплавок юбки нет он еще один поплавок засоли мне этот гриб не нравится он не хрустит да мне нравится когда грибы крепкие засоли ну вот если попробовать вот такие полураскрывшиеся шляпки если только так не этот не буду брать ох ты вот он какой красавчик встретилась я не знаю это гадюка или полос такой наверное гадюка такая коричневая даже серая серо-коричневая короткая встретился родственник зонтика пестрого зонтик сосцевидный или зонтик конрада по другому сейчас вот так вот показать вам да мне бывает пишут что легко спутать зонтик с мухомором с бледной поганкой ох червивый он весь его не взять ну показать то надо вот смотрите кольцо кольцо не приросшее к ножке оно бывает такое как прилипает но оно не приросшее можно если сдвинуть то подвигать вот то есть это кольцо это не юбка вот сразу вам говорю такие вот чешуйки на ножке нет в основании ножки ольвы и никогда не бывает такие вот чешуйки на шляпке с таким темным бугорком зонтик конрада или зонтик сосцевидный гриб съедобен абсолютно но конечно не в таком виде червивый его съели черви вот кольцо это не юбка это кольцо смотрите поплавок серый у него часто бывают такие вот охристые пятна на вольве а это вот остатки частного покрыл а частного общего покрывала на шляпке у него серый поплавок кстати бывают частые серые чешуйки на ножке это такие вот различные формы серого поплавка а вот этот навозник он похож на мерцающий но скорее всего это навозник лесной да вообще навозников очень много видов они друг на друга многие очень похожи вот этот я думаю лесной не домашний не мерцающий не ивовый а лесной встретились слезевики тимонитис осевой смотрите как будто из таких ниточек состоит потом вверху слепаясь во что-то другое вообще тимонитис осевой это слезевик миксамицет он существует в двух формах в виде таких организмов наподобие бактерий и в виде вот таких вот плодовых тел напоминающих грибы это что-то среднее между грибом и бактериями когда становится сухо жарко он создает слезевые колонии вот такие вот затем плодовые тела затем высыпает споры и в виде бактерий живет опять в этом субстрате в древесине охотится поедает различные бактерии грибные споры тут же рядом ликогала древесинная тоже слезевик миксамицет и существует тоже в двух формах различных так же как и стемонитис осевой вот два таких вот слезевика миксамицеты ликогала древесинная стемонитис осевой а вот в такой форме слезевой колонии собираются в такие слезевые колонии стемонитис осевой а затем появляются вот такие коричневые коричневые тела смотрите а вот можно увидеть вокруг внизу такой ореол как бы сейчас в основании стемонитиса всего вот такие слезевые колонии вот эти были затем они превратились в такие коричневые тела да вот я даже немного не прав был нужно даже считать так что он существует в трех состояниях вот в такой вот слезевой колонии вот в такой в таком состоянии потом в виде спор которые вырастают в бактерии такие не бактерии такие живые такие существа наподобие бактерий потому что опять же его и бактерии считать нельзя это что-то среднее между грибами и бактериями встретилась клавикорона крыночковидная или гриб оленья рожки гриб условно съедобен вот эти вот старые я их как-то брал готовил жарил напоминают немного цветную капусту в жарке вот они этот вообще уже развалился этот этого можно сказать и нет и тут же вон он стемонитис осевой слезевик который я вам показывал много тут встретился за весь день вот друзья первый маховик я уже бродил и по своим местам и по новым местам как-то в этом году в шиповом лесу все запаздывает прям уже давно должны были быть маховик маховик трещиноватый вот краснеет он в основании ножки потом побуреет гриб съедобен надо же первый о и не червивый но он один их в это время уже должно быть много маховиков но почему-то вот только первый почему запаздывает кто его знает может у нас во-первых в мае дней 5 наверное или 6 заморозки были ночные подряд ну да ну в этом году холоднее холоднее может из-за этого потому что в это время уже вовсю были дубовики в прошлом году полубелые ну полубелые они немножко раньше начинают рост рост идти но они и пошли раньше полубелые уже есть хоть и мало в этом лесу в шиповом а дубовиков еще пока нет и полубелых даже мало и вот маховик всего один за весь день их тут уже весь лес должен в маховиках быть ну не так что прям прям аж зарос но должно быть уже давно много через неделю наверное стоит сюда ехать неделя может быть даже полторы недели подождать дубовики вообще мне уже высылали в телеграм и вконтакте в личку присылали люди есть и в остроговском районе находили и кстати моровик розово-пурпурный в калачеевском районе находили а в шиповом лесу но они же заморозки они так и есть они полосой идут где-то зацепило где-то нет вот здесь видимо тоже они были в мае еще ну поэтому скорее всего и запаздывает а может и не будет толком ничего в шиповом лесу в этом году хотя смотря где в какой части ну видите как бы грибы есть заеду еще в сосновый бор по дороге с белыми грибами счастье попытаюсь найти их минут 30 уже по сосновому бору хожу и грибов вообще никаких нет ни одного и вот представляете единственный белый нашел и на него сосна упала да но она упала не при мне до меня вот сломала гриб как так ну как так один гриб единственный пока нашел и на нем сосна лежит вообще не честно как-то да ну окей эх да он еще и червивый кстати балетус эдулис старенький вот все белые которые мне в этом году попадались это были балетус пенопилус ага да белый гриб сосновый а вот это белый гриб да балетус эдулис первый мой в этом году червивый вот такой вот мухомор встретился друзья пантерный первый в этом году пантерный мухомор кстати вообще он обычно мне попадается массово с августа но в июне и в прошлом году мне случалось его находить только в засушенном таком виде червивый и сухой и в малом количестве скажем так а тут он молоденький смотрите пантерный мухомор вот он серый серая шляпка пантерный мухомор я срезал срезал корешок у него смотрите он весь уже червями побит весь червивый да вот был бы серо-розовый так уже розовое все тут было да хотел я насобирать ну наверное в августе получится мазь на основе пантерного мухомора сделать ну и сушить можно сушеные да также хранить из сушеных кстати из сушеного пантерного мухомора как раз мазь и делается можно и настойки вот первый рыжик друзья ну он такой видите оранжевый млечный сок даже позеленел уже он весь червивый и засушенный да рыжик сосновый вот а сверху такой светлый выцвел высох как будто какой-то грусть непонятный рыжик вот он друзья беленький балетус эдулис молоденький хороший вот наконец-то не зря ходил прикрываем прикрываем микроклимат микроклимат нельзя нарушать угребницу наконец-то не червивый не червивый хорошо сейчас до обрезаю без камеры но друзья дело пошло еще один беленький балетус белый эдулис тоже белый гриб я не знаю сосновые боровые сейчас наверное их может не будет может они в августе будут уже в мае были эдулисов в мае не было кстати как раз ни одного я не нашел оттенок шляпки прикольный чистенький а он там друзья видите я думаю я думаю это белый он скорее всего червивый вообще белых я сегодня встретил наверное с десяток таких прям развалившихся уже белых я их даже не показывал не снимал ух ты а он тут не один смотрите ка два два а это что нет это два белых сосновый боровой да это не просто белый не балетус и дулис а балетус пенопилус но они старые можно даже наверное не выкручивать покажу все равно один второй они старичьи червивые старые но зато сосновый боровой вот он он червивый кстати червями не сильно то и побит хоть и старый на сушку на сушку а вот этот сильно побит этот брать не буду это забер заберу вон он друзья смотрите какой как бочоночек красавец какой ну хотя бы сфотографировать это вот друзья показать это вот для спорщиков для тех кто не понимает что такое белый точнее что такое полубелый гриб вот справа белый белый гриб слева полубелый желтый боровик смотрите какая разница у белого еще мелкая сеточка на ножке плюс имеется вообще разные грибы совершенно вот это для скептиков иногда бывает набегают такой вот друзья итог в основном лисички сегодня лисичка бледная пол корзины полубелых сколько было 4 4 4 штуки полубелых 2 белых 2 белых вот 2 беленьких 1 маховик 1 маховик трещиноватый белый боровой сосновый на сушку обрезал поплавок серый да вот так хороший ассортимент почти стандартный для грибника средней полосы России да единственное что поплавок конечно мне писали что такие грибы собирать вообще опасно так что наверное не совсем стандартный конечно ассортимент и тот же полубелый да не каждый его собирает ну так да собирал я белые грибы тоже в Павловском районе возле Дона в сосновом Бору чуть не забыл сказать и я не знаю смысла наверное нет ехать сюда в сосновый Бор за грибами белых таких ну развалившихся я встретил около десятка даже больше наверное такие червивые но чтоб можно было хотя бы пофотографировать ну ну почти десяток да и парочка таких чистых не червивых белых вот так вот так что думайте сами мне кажется только если по пути из шипового леса сюда заскочить все такой вот итог пора ехать сейчас попью чайку вытряхну из одежды клещей и домой всем удачной тихой охоты пока не забывай не забывай Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok